Здравствуйте! В эфире «Женская политика». Меня зовут Анна Симоненко. Мы продолжаем знакомить вас с интересными и выдающимися деятелями Харьковщины. Сегодня у нас в гостях Алла Александровская. Добрый вечер, Алла Александровна. Добрый вечер. Для того, чтобы ближе познакомиться с нашей гостью, предлагаю посмотреть короткий сюжет. Алла Александровна Александровская. Харьковчанка родилась под знаком зодиака «Стрелец» в семье танкиста и медсестры. Еще в школе проявила себя активисткой и даже стала комсоргом. В юношеские годы играла за баскетбольную сборную «Динамо». А получать высшее образование отправилась в ХАИ, где окончила самолетостроительный факультет. И получила специальность инженер-механик. Трудовой путь начала в НПО «Электроприбор», позже АО «Хартрон». Здесь прошла путь от инженера до руководителя группы, принимала участие в разработке аппаратуры систем управления ракетно-космическими комплексами. В том числе она была разработчиком бортовых приборов, ракетно-носителя энергии и космического корабля «Буран». В 1975 году, еще будучи простым инженером, Алла Александровская вступила в Компартию, пережив с этой политической силой все ее перетрубации. Дважды избиралась депутатом Харьковского областного совета. В то же время получила высшее экономическое образование. Окончила Харьковский межотраслевой экономический институт. В 1998 году Александровская впервые избрана народным депутатом Украины. В дальнейшем избиралась нардепом еще трижды – в 2002, 2006 и 2007 году. На парламентских выборах осенью 2012 года была ведвиженцем от КПУ по одномандатному округу номер 170, однако проиграла кандидату от партии регионов Дмитрию Святошу. Алла Александровна удостоена звания харьковчанин десятилетия, почетный гражданин Харькова, занимает 33 место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин Украины – мама двоих сыновей. Алла Александровна, спасибо, что стали гостями нашей студии. Вы верны к коммунизму всю свою жизнь. Что вас привлекает именно в этой политической силе, и какие основные идеи этого течения близки конкретно вам? Ну, понимаете, идея коммунизма, вернее, коммунистическая идеология, у нее очень много сторонников, и даже среди тех, кто не является членами Компартии. То есть членство партии – это не обязательно жизненная позиция. Есть люди, не являющиеся членами Компартии, но являются коммунистами по убеждениям. Дело в том, что извечно человечество стремится к справедливости, извечно человечество думает над тем, как обустроить свою жизнь, чтобы вот эти принципы равенства, добра, справедливости были реализованы в жизни. Так вот, коммунистическая идеология, она как раз и вырисовывает вот такое общество, такие принципы человеческих отношений и такие принципы обустройства общества, которые позволяют в наибольшей степени вот эти принципы реализовать. Понятно, что на этом пути очень много преград. Ну, христианству сколько лет? Больше тысячи, да? А христианство как раз декларирует вот эти вот идеи добра, братства, любви, справедливости тысячу лет. И многие люди следуют, допустим, этим идеям и являются христианами, но, к сожалению, мир так устроен, что всё-таки человеческие пороки берут верх. И поэтому добиться позитивного результата, такого серьёзного, не приходится. Но я вам хочу сказать, с учётом того, что я инженер по образованию, вот мы это услышали, я всегда стараюсь находить какие-то факты, аргументы и на них опираюсь, вырабатывая свою жизненную позицию. И, поверьте, в 1975 году, когда вступила в ряды Компартии, я, может быть, была стихийным коммунистом, а вот все вот эти годы, изучая всё, что происходит не только в Украине, но вообще в мире, очень много ездила по зарубежью, изучала опыт экономики США и Англии, и Германии. И так далее. Я всё больше убеждаю, что всё-таки система социалистического обустройства общества, она более близка вот к этой идее равенства, справедливости, братства и так далее, справедливости. Понимаете? Поэтому я убеждённый коммунист, хотя я понимаю, что само по себе коммунистическое общество, конечно, это идеал, к которому нужно стремиться. Вот с парламентских выборов 2012 года, что изменилось в вашей жизни, этот проигрыш? Он немножко подкосил или ничего не изменилось? Чем вы заняты вот на сегодняшний день? И сразу вопрос следующий, к следующим выборам ближайшийся. Собираетесь ли вы как-то рассматривать выборы мэра и себя в качестве участника в них? Ведь на прошлых выборах вы, в общем-то, были в тройке лидеров, и не исключено, что шанс велик. Понимаете, в чём я? Конечно, жизнь изменилась, потому что, работая народным депутатом, я получила очень много информации в Верховной Раде. Тем более я работала два созыва в Комитете по энергетике, занималась вопросом ядерной безопасности, прекрасно понимаю проблемы у нас с украинской энергетикой, атомной энергетикой. Потом я работала, два последних созыва я работала с секретом бюджетного комитета, поэтому понимаю проблемы бюджета, наших долгов, что происходит в наших отношениях с Международным валютным фондом. И я считаю, конечно, мои знания и опыты, они могли бы пригодиться, в принципе. Хотя бы даже, может быть, не Верховной Раде, как таковой, которая сегодня, ну, меня просто шокирует сама Верховная Рада, что она там делает и как она работает. Хотела спросить также об этом. Сейчас поговорим. Ну, людям. Ведь я всё это время, работая народным депутатом, очень часто выступала на радио-телевидении, и не столько вела агитацию, сколько рассказывала о том, что там происходит. Я излагала свою точку зрения, и люди это прекрасно понимали. То есть мне хочется, чтобы люди знали как можно больше, чтобы они могли сами понимать происходящее и занимать определённую жизненную позицию. Сегодня, конечно, я этого лишена. То есть я и тогда, будучи депутатом, говорила, что находясь вне зала Верховной Рады, не участвую в непосредственной процессе, очень трудно понять, что и как там происходит. Потому что, ну, во-первых, информация, которая преподносится СМИ, она, ну, даже сказать, она просто куцая, её просто мало. Читать все документы, изучать, анализировать со стороны, это невозможно. Работая в зале, работая в комитете, анализируя документы, конечно, ты имеешь более чёткое представление о происходящем. В этом смысле, конечно, моя жизнь мне стала меньше знать, и поэтому меньше, конечно, могу людям объяснить, что там происходит. С другой стороны, я занималась партийной работой, я возглавляю Харьковскую областную организацию Коммунистической партии Украины, я её возглавляю сегодня. В этом смысле моя жизнь не изменилась, я всё равно этой работой занимаюсь. Но с точки зрения вот объёма информации, доступа к информации, конечно, я потеряла. Вот. Ну, горечь от проигрыша она была, потому что пусть на меня не обижается мой, так сказать, оппонент политический, который стал народным депутатом, но вот не видно его позиции, понимаете. Да, он оказывает там детям помощь, у него там работают клубы спортивные. Это очень хорошо, он много лет уже этим занимается. Но вы понимаете, очень народный депутат — это не спонсорство, это не оказание просто материальной помощи, хотя все мы стараемся людям помочь, вот даже конкретно. А это выработка позиций, политики в государстве, понимаете. А в Верховной Раде творится хаос. И вот то, что партия регионов рассыпалась, и они все ушли в какие-то разные фракции, и непонятно, какие позиции эти фракции занимают. Трудно судить по голосованию, потому что оно тоже нелогичным бывает. Понимаете, вот я считаю, что в этом смысле парламент нужно избирать людей, которые занимают чёткую позицию, исследуют свои жизни этой позиции. Тогда избирателю легче. Вот он избирает Сидорова, и понимает, что Сидоров будет голосовать за вот эти вопросы приватизации, например, таким-то образом, так, как я считаю нужным. Другой избирает Иванова, понимает, что Иванов будет по вопросам приватизации голосовать так, как тому нравится. Очень хорошо. И вот чей перевес будет народа, вот в этом голосовании, тот перевес и будет в парламенте. А когда человека избирает, и потом он вот исчезает, как политик, вот ну какая позиция? Где она? Где объяснение этой позиции? Её нету. Это не только к этому человеку. Это не только с вашим округом так получилось, мы смотрим по Харькову. Почему я расстроена? Вот парламентом я просто расстроена, понимаете? Потому что всё равно наша с вами жизнь, наша с вами судьба там определяется. Это совершенно однозначно. Сегодня говорят о том, что в принципе нужно перезагружать в целом Верховную Раду. Согласны ли вы с этим? И какие на ваш взгляд сегодня первоочередные законы, изменения в законы нужны, чтобы как-то наладить жизнедеятельность в стране? Верховная Рада должна быть и может быть лидером политического строительства, по идее. Но это если в ней находятся люди, которые объединены какой-то идеей. Вот они вокруг идеи объединяются, и сейчас консолидированным образом работают. Все 23 года в Украине, вот сколько я уже, тем более 14 лет в парламенте, я видел, что такой консолидации не происходит. Происходят временные союзы, основанные на каких-то там принципах. Вот у нас был союз партии регионов, потому что партия регионов подписала, ну Янукович подписал тогда обязательство, что он проведёт поправки в Конституции, сделать русский язык вторым государством, что он реализует принцип, что Украина внеблоковое государство и ряд других. Вот когда он подписал это, тогда мы, коммунисты, сказали, что да, на этих принципах, на этой основе мы можем с вами действительно консолидировать свою работу. И мы голосовали по всем законам, которые в русле этой темы были, мы голосовали позитивно вместе с партией регионов. Там, где партия регионов проводила какие-то свои буржуазные законы, направленные на фактическое уничтожение экономики, что мы в конце концов видели, мы голосовали против. Вот, понимаете, должна быть консолидация. Её нету. Поэтому мы, коммунисты, видим выход несколько в другом. По идее, вот эта Верховная Рада, она бы могла, её можно принудить, её можно заставить, это можно сделать, принять новую Конституцию. Новую Конституцию, которая вот уберёт вот эти серьёзнейшие противоречия между Западом и Востоком, между менталитетом отдельных частей нашего народа. Федеративное государство — это не сепаратизм, это не разделение. Это они могут подозревать, что, да, федерация — это ослабление центральной власти, но посмотрите на сегодняшний штат Америки. Что, там центральная власть слабая? А там штаты имеют колоссальные полномочия, они работают очень в автономном режиме, понимаете? Вот. Поэтому это такие, знаете, голословные, надуманные обвинения. Федерализация, у нас в Европе ряд государств, и Германия, в том числе, и Швейцария, они федеративно прекрасно работают. Дело в том, что должна быть добрая воля народа. А чтобы добрая воля народа была, народ нужно, извините, услышать, как некоторые говорят, услышьте нас, да? Так вот, федерализация вот позволила бы услышать. То есть, действительно, мы бы приняли вот такую конституцию, в которой заложен этот принцип. Второе — это, конечно же, всё-таки. Я понимаю, что язык не определяет всё, не определяет экономику. Ну, из-за него столько споров и ссор, и разногласий, что тут что-то надо делать, наверняка. Так вот, возникает вопрос. Ну, почему в Финляндии, где шведов 6%, два государственных языка, в том числе шведский? Ну, там 6%. Понимаете? У нас корни русские. Вот у нас корни русские. Я украинка по национальности. Разумею, разумевляю украинскую мову, я читаю. В школе учила украинский язык, литературу, писала. Ну, то есть, никаких проблем у меня не было. Понимаете? Но вот этот вот вопрос, он мне загоняет в тупик, потому что у меня два родных языка, русский и украинский. Во-первых. Во-вторых, русский язык, признанный язык межнационального общения. Вот первое время незалежной Украины и Кучма, когда ездил там в Россию, в Грузию, куда-то, да, в Казахстан, и Ющенко, когда бывал в Казахстане, он же не говорил на казахском языке, их не переводили, они разговаривали на русском языке. Понимаете? Плюс русский язык, знание русского языка для населения Украины, можно так говорить, это гарантия возможности сотрудничества в экономической сфере, в бизнес-сфере, в юридической плоскости с Россией. А там, извините, 150 миллионов населения. То есть это хороший, так сказать, объем работ для наших молодых специалистов, для людей, которые хотят заниматься бизнесом. Поэтому русский язык просто нужно знать. И тем более это наша часть нашей культуры, и поэтому от него, кажется, смысла нет. Поэтому, конечно, второй бы вопрос, который должен быть решен, это второй государственный. Это не ущемляет право украинских граждан, которые разговаривают только на украинском языке. В Советском Союзе, я просто не готова была к вопросу, не взял с собой статистику, такие тиражи издавались на украинском языке, книг, журналов, фильмы были, да, и ни у кого не возникал вопрос, хорошо это или плохо. Это просто было нужно, это было. Что мешает это делать сегодня? Делайте. Никто же не против. Понимаете? Ну, когда говорят, мне говорят, а тебе же никто не запрещает говорить на русском языке. Ну, еще не хватало, чтобы мне запретили говорить на русском языке. Я хочу на русском языке творить, писать, общаться, работать, обращаться в органы власти. Понимаете? Я хочу, чтобы этот язык был признан по достоинству таким, каким он должен быть. Понимаете? Вот. Русский язык бесспорно. Конечно, серьезнейший вопрос для Украины – это блоковость или внеблоковость. Мы же видим, что происходит. Совершенно однозначно стремление НАТО развернуть свои базы на территории того же Крыма уверенно, я сейчас не могу долго об этом говорить, уверенно, что это стало первопричиной всего, что произошло с Крымом. Первопричина, однозначно. Поэтому Украина когда-то отказалась от ядерного оружия. Многие считают, что это ошибочный шаг. Вы знаете, а я считаю, что, наверное, с учетом той ситуации, в которой эти 20 лет существует Украина, какие у нее президенты, какие у нее парламенты, какие у нее правительства, какую она проводит внутреннюю политику экономическую, которая ведет все время к ослаблению, к ослаблению, к ослаблению Украины. Да тут еще ядерное оружие. Ну, вы знаете, это просто опасно. Это просто опасно. Потом я вам скажу, как инженеры, работавшие в сфере обороны, вот и говорили, что я разрабатывала аппаратуру для систем управления, ракетно-космическими, ракетно. То есть я работала еще, участвовала в разработке именно управлений боевых ракет. Их нужно обслуживать, их нужно содержать. Там нужны периодические проверки, там нужны регламенты и так далее. А в Украине сворачивается инженерная специальность. У нас сегодня фактически дети в школе не понимают, что такое слово инженер. Вы спросите, кто у нас собирается поступать на какой-то там… Все хотят быть айтишниками. Да, ну понятно почему. А кто-то должен создавать вот эти вот ценности. Даже эти айтишники, они все равно работают с приборами. Кто эти приборы, кто эту аппаратуру будет делать? Понимаете, программист он программирует, он делает интеллектуальный продукт. А железо кто делает? А железо делает инженер. Поэтому вот этот вопрос внеблоковости, он очень важный. И поэтому Украина, конечно, не могла бы обслуживать, поверьте, тот арсенал, который был на территории Украины, и тех затрат, которые он требовал на содержание, регламент, обслуживание, ремонты, замещение, раз уже она есть, ее же нужно модернизировать, ее нужно эту снял, другую поставил. А деньги на это у нас есть, когда у нас все космические программы фактически свернуты в Украине. Понимаете? Авиационная отрасль у нас падает. Поэтому это было нереально, и поэтому, наверное, правильно, что отказались. Но тогда это было чисто политическое решение, это был действительно шаг доброй воли. И вот и надо идти по этому пути, и надо идти по этому пути. Украина должна быть внеблоком государств. Ну, а насчет экономических союзов есть разные точки зрения, но с точки зрения, если взять арифмометр, если взять счеты, если взять калькулятор и посчитать, то совершенно элементарно дебет с креитом сравнить, экономически выгоден, конечно, союз с Российской Федерацией, Беларусь и Казахстаном. Я просто говорю, вот не хочу даже говорить. Вот если человек берет карандаш, начинает считать товарооборот, объем выпускной продукции, что в Украине выпускается, в каких объемах и что мы можем делать, совершенно, бесспорно, плюс именно от этой интеграции. Поэтому вот эти вопросы в Конституции должны были быть решены. Тогда, когда Конституция была бы принята, вот эта, да, и в ней должно было быть определён, например, двухпалатный парламент, потому что, если мы говорим о федерализации, представительство регионов, выборы глав регионов народом, проживающим здесь, называйте как хотите, у губернатора это не играет никакой роли, вот, и они представляют наш регион там. Вот это было бы более-менее справедливо. Хотя теперь удельный вес населения в пользу западных областей, потому что, считайте, Донецк, Луганск не голосует, Крым не голосует. Но вот такая модель, она бы Луганск и Донецк устроила бы, и тогда бы мы получили паритет. Алла Александровна, по Харькову всё-таки собираетесь ли вы в мэры на будущих выборах? Есть ли у вас уже такие мысли? И, возможно, вкратце вот изложите ваше видение, прогноз, как у нас изменится политическая ситуация в городе и в области, сменится ли политический Олимп с учётом президента нового и вообще ситуации, которая есть? Знаете, достаточно сложно ответить на вопрос, кого Порошенко может направить к нам губернатором. В том смысле, что этот человек будет точно соответствовать его воле, то есть его представлению, что должно быть на Харьковщине. Вот для меня это загадка, потому что Порошенко, он бизнесмен в определённой сфере. То есть как человек, который имеет какую-то оппозицию по внешнеэкономическому вектору, по внутреннему, он не очень чёткий, потому что он был министром иностранных дел. Когда мы в Верховной Раде голосовали, и мы, по-моему, тоже его поддерживали, он говорил о необходимости развития отношений с Россией. Стал министром, и всё это свернулось. Понимаете? Он имел отношение к Нацбанку, говорил совершенно правильно вещи декларировал, но ничего не было сделано. Понимаете? Поэтому меня это очень беспокоит. Харьковщина — это особый регион. Харьковщина обладает колоссальным промышленным, интеллектуальным потенциалом. У нас мощные трудовые ресурсы. У нас много молодёжи, которая может работать, создавать материальные ценности, но это нужно всё организовать. А у нас приходят в эти кабинеты люди, которые говорят, «Я кризис-менеджер». Я вот кризис... Что он будет делать, как кризис-менеджер? Для меня загадка. Понимаете? Поэтому вот этот вопрос ключевой, но я на него ответить не могу. Потому что, честно вам скажу, те люди, которые сегодня ходят в свободу администрации, которые вокруг там ходят в виде советников. «Я неверующая, но, Боже, сохрани». Понимаете? Это не то, что не конструктив, это люди... Вы понимаете, человек, который в своей жизни ничего не производил, ничего не разрабатывал и ничего конкретного не сделал, чтобы он показал, что он специалист в чём-то. Но вы верите, что наш Вайка — министр оградной политики, эффективный? Вы в это верите? «Я верю в то, что каждый человек должен быть профессионалом своего дела». «Да, должен браться за то, что он умеет делать». Понимаете? Пока что я этого не вижу. Насчёт должности мэра. Сложный вопрос. Харьков сейчас находится, в принципе, в неплохом положении. Но колоссальная проблема с жилищным сектором, с коммунальным хозяйством. Колоссальная проблема. И если Конституция будет изменена, и на региональный уровень будет отдано больше полномочий и больше финансовых средств, это очень интересная работа. Это колоссально интересная работа. Модернизация Харькова. В том числе жилья. Есть у меня определённые задумки. Народным депутатом я этим занималась. Если же останется всё в таком же виде, знаете, я латадыры не умею. Людей обманывать не умею и не хочу. И говорить им, что я вам сделаю хорошую жизнь, понимая, что это невозможно, я предпочитаю говорить правду. Поэтому я не боюсь работы. Поэтому если будет в этом нужда, и харьковчане, так сказать, посчитают, что нужно выдвигаться, я буду выдвигаться, буду работать. Но я ещё раз говорю, для того, чтобы добиться позитивных перемен, серьёзных в Харькове, таких, которые нужны людям, для этого нужны совершенно другие отношения с центром, и особенно в сфере финансов. Алла Александровна, к сожалению, время нашей передачи истекло. Спасибо большое, что стали гостей нашей студии. Желаем вам успехов во всех ваших начинаниях, в работе. Всего доброго. Вам тоже спасибо за передачу. Вам успехов. Спасибо. Такой была женская политика этого дня. Будьте здоровы, смотрите телеканал Симон. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова